Мы все заботимся о нашем здоровье и часто думаем, что натуральные компоненты для нас более полезны. Что касается еды, то здесь вроде бы разобраться достаточно просто. Конечно же, овощи и фрукты для нас будут более полезными, чем уже приготовленная и упакованная еда. Но с косметикой, к сожалению, не все так просто. Понятие натуральности здесь очень относительно. Есть группа вполне натуральных компонентов, которые находятся на нашей планете в чистом виде, но при этом являются крайне канцерогенными. И синтетические компоненты, которые на 100% безопасны. Тальк как раз-таки один из минералов, который наделал очень много шумихи. И если у людей поинтересоваться, на чем же основывается их страх, то зачастую они цитируют чужие слова или страшилки. Давайте же сегодня разберемся. Но, кстати, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот внизу. И сразу нажимайте рядом на колокольчик, тогда YouTube будет оповещать вас, как только выйдет мое новое видео. Поэтому вы всегда будете в курсе последних новостей, обзоров косметики и вот таких вот исследований, как сегодня. Поэтому обязательно жмите кнопку подписаться и давайте приступать. Прежде всего, тальк это полностью натуральный минерал. Его очень легко растереть в пудру и чаще всего он используется как разбавитель. То есть, если мы посмотрим на пигмент в чистом виде, то он слишком концентрированный и в такой концентрации он запрещен в производстве косметики, поэтому его нужно чем-то разбавлять. И для этих целей как раз-таки используется тальк. Вопрос о токсичности талька подняли после скандала с Джонсон & Джонсон, которые выплатили 72 миллиона долларов ущерба семье женщины, которая умерла от рака яичников из-за того, что она 35 лет пользовалась продуктами для интимной гигиены с содержанием талька. Однако, что интересно, согласно американскому онкологическому сообществу, тальк до сих пор не считается канцерогенным. Откуда же такая паника насчет талька и является ли он в действительности вредным? Тальк сам по себе, как минерал, абсолютно безвредный. Но опасность заключается в том, что в природе тальк обычно очень близко располагается с азбестом. И хотя азбест тоже натурального происхождения, он как раз-таки и считается крайне канцерогенным. Поэтому вся опасность талька заключается в том, что при недобросовестной очистке и добыче талька он может быть заражен азбестом. Чтобы предотвратить загрязнение талька азбестом, нужно очень тщательно выбирать места его добычи, а также предпринимать все нужные шаги для его правильной очистки. Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами, а именно FDA, проводили исследование талька на содержание азбеста. Однако проблема заключается в том, что только 4 поставщика из всех предоставили образцы для тестирования. То есть по сути нет 100% гарантии, что косметика с содержанием талька, которая находится на прилавках в магазине, 100% не содержит азбест. Также был проведен тест некоторых конкретных косметических продуктов. На официальном сайте FDA можно найти эти результаты. И сейчас у себя на экране вы видите список всей косметической продукции, которая была протестирована, и в которой азбест не был обнаружен, поэтому вы можете ее использовать без страха за свое здоровье. Еще один распространенный фактор страха заключается в том, что если постоянно вдыхать рассыпчатую пудру с содержанием талька, то это может привести к раку. На самом деле, чтобы это предотвратить, тальк, который используется в сыпучих порошковых продуктах, измельчается до достаточно большого, невдыхаемого размера частиц. И ингаляционная безопасность талька была подтверждена национальной программой по токсикологии. Хорошо тогда, если все настолько замечательно, почему тальк не используется некоторыми компаниями, и в первую очередь он отсутствует в минеральной косметике? На мой взгляд, на этот вопрос очень хорошо ответили в Sterling Minerals, это производитель минеральной косметики. Они заявили, что не используют тальк не потому, что он опасен, а потому, что он создает просто некрасивый эффект на лице. Это может быть запудренное лицо, эффект маски, пересушенное лицо. Также известно, что тальк может забивать поры, но это совершенно не гарантирует на 100% что именно будет. Но так как минеральная косметика в первую очередь заботится о красоте и здоровье вашей кожи, они часто избегают этот компонент. Но даже производители минеральной косметики подтверждают, что все страшилки по поводу талька это скорее маркетинговый ход, так как страх очень хороший двигатель продаж. Ведь когда мы обнаруживаем, что какой-то компонент для нас является вредным, или его лучше не использовать, мы в хаосе начинаем искать, чем это заменить, и естественно найдем в магазин и тратим наши деньги. В заключение могу сказать, что основываясь на свои исследования, я не могу сказать, что талька нужно бояться или избегать. Если у вас кожа склонная к окне, возможно, но если у продукта очень хорошие отзывы, и многим он нравится и подходит, лично меня это не будет останавливать от покупки, только потому что в составе есть тальк. Но все мы разные, и реакции кожи у нас также разные. Вполне возможно, что у вас возникнет негативная реакция на пудру с тальком одного бренда, но не будет такой реакции на, казалось бы, аналогичный состав, только другого бренда. Здесь может быть масса причин, почему. Это может зависеть и от поставщика талька, это может быть негативная реакция и вовсе не на талька, на какой-то другой компонент в продукте, который вы используете. Поэтому какого-то однозначного ответа или совета здесь нет. И не забывайте, мы все так ополчились на тальк в косметике, однако он также используется и при изготовлении пищевых продуктов, например, жвачек, а также он в большинстве таблеток, которые мы принимаем. Надеюсь, мое видео помогло вам расставить все точки над И, и теперь вы сможете сделать обдуманное решение по поводу того, хотите ли вы покупать косметику с содержанием талька или нет. Все ссылки на источники, на основе которых я сделала сегодняшнее видео, я вам оставлю в описании, вы сами сможете ознакомиться с этой информацией, и, возможно, немножко еще расширить понимание этой темы. Если вам понравилось мое видео, и оно было для вас полезным, обязательно поставьте палец вверх, тогда YouTube будет его рекомендовать другим людям, и как можно больше людей таким образом сможет его найти и разобраться наконец-то в этой теме. Также обязательно сообщите мне, насколько эта тема в принципе для вас интересна, потому что есть очень много других компонентов, которые тоже считаются спорными, о которых тоже существует очень много мифов, и если вам интересно разбираться дальше, то мы с вами можем продолжить эту тему. Если вы не подписались на мой канал в первой половине видео, я вам настоятельно рекомендую сделать это сейчас, нажав на вот эту вот круглую иконочку. Также, если вы хотите посмотреть какие-то другие мои видео, здесь вам YouTube оставил две рекомендации, любой из них вы можете посмотреть, а если вы оба эти видео смотрели, то мы с вами увидимся через несколько дней в моем новом видео.